Индонезия за 11 СУ-35 не заплатит Россия ни цента. Экономика. Международное положение 11 июня 8-2 Индонезия за 11 СУ-35 не заплатит Россия ни цента. Чем опасна для нас странная дружба между Москвой и Джакартой. Александр Ситников. Комментарии в просмотров 19 581. Фото. Баркрофт Медиа. ДАС. Издание. The Economist. Сообщила о новом, еще более жестком обострении экономического конфликта между ЕС и Индонезией. Предметом двухлетнего спора является пальмовое масло, которое составляет половину сельскохозяйственной продукции крупнейшего островного государства Юго-Восточной Азии и обеспечивает доходом 650 тысяч местных фермеров, 5% ВВП. Мировой рынок этого продукта превысил 62 миллиона тонн, из которого 85% производится в Индонезии. Европа, как известно, по объемам является вторым импортером этого сырья. Издание The Economist поделилось информацией, что до 50% всех продуктов, продаваемых в западных, главным образом в американских супермаркетах, содержит пальмовое масло в тех или иных концентрациях. При этом ответственные врачи во всем мире бьют в колоколы, называя пальмовое масло настоящим убийцей медленным ядом. Свободная пресса еще в 2016 году рассказывала об этой опасности. Массовая доля насыщенных жирных кислот в пальмовом масле составляет 76,3%, бараньям жире 51,2% и говяжьим 50,9%. При этом температура его застывания достигает 41 градус Цельсия, то есть выше температуры человеческого тела. Даже в царской России использование пальмового масла было вне закона. Европейский парламент наконец-то решил закрутить гайки. Он предложил прекратить в 2021 году государственные субсидии для производства биотоплива из пальмового масла. По сути, это означает запрет на импорт сырья из стран Юго-Восточной Азии. Решение принято, в том числе и потому, что биодизель из пальмового масла является худшим из всех биотоплив, генерирующим в три раза больше парниковых газов, чем, к примеру, нефтяное дизельное топливо и на порядок больше, чем природный газ. Разведка США сообщает, мы знаем о ЗРК С-500 все Вашингтон шлет Москве сигналы, что американская агентура хозяйничает в России. Эти шаги Брюсселя вызвали ярость в Джакарте, в которой сформировался мощнейший малазийский совет по пальмовому маслу, МСПМ. Он настолько влиятелен, что его уже назвали государством в государстве. Мало кто знает, что лоббисты из МСПМ в 2018 году даже сломили сопротивление европейских влиятельных «зеленых». The Decatur Post, комментируя свою победу над еврокомиссарами, тогда написала, те, кто в отрасли, по производству пальмового масла АВТ, должны быть готовы к продолжению политических битв. Так и случилось, Евросоюз в 2019 году все-таки решил заменить пальмовое масло на биосырия, рапс, выращиваемое немецкими, французскими и голландскими фермерами. Кроме того, в 2020-2021 годах должен заработать «Северный поток-2», что, безусловно, является частью общего плана европейских политических экологов. Сегодня, к слову, каждый третий водитель ЕС заливает в бак своей машины индонезийский или малайзийский биодизель. Подчеркнем также, что МСПМ в 2001-2017 годах вырубил более 24 миллионов голлевса Индонезии, которые стали сельскохозяйственными плантациями. В Малайзии по этой же причине уничтожили еще более 7 миллионов. Г. Сделано это было, между прочим, с подачей Европейской комиссии, которая в начале 21 века утвердила директиву по возобновляемым источникам энергии. Похоже, что теперь из-за потери российского рынка сбыта сельхозпродукции, европейских фермеров будут спасать субсидиями для выращивания рапса, как альтернативу импорта из Юго-Восточной Азии. Кроме того, Франция и Норвегия ввели драконовские меры против использования этого сырья в пищевой индустрии, а Норвегия вообще обязалась отказаться от индонезийского сырья в любых сферах экономики. Можно не сомневаться, что за этими государствами последуют и другие западные страны, правительство которых не на словах, а на деле заботится о здоровье своих граждан. Джакарта готова начать торговую войну Брюсселю, запретив импорт европейских товаров. А поскольку до часа X осталось всего ничего, правительство соседней Малайзии также объявляет ультиматум ЕС, пригрозив аннулировать оборонные контракты на покупку дорогих франко-немецких истребителей. Куала-Лумпур сообщила, что предложат России, Китаю и Пакистану обмен пальмового масла на боевые самолеты и вертолеты. В этой связи индонезийский военный новостный портал Мелитимета сообщил, что Россия готова заключить договор бартера пальмового масла на самолеты Су-35 или даже на Су-57, если Малайзия примет решение обновить парк своих истребителей МиГ-29, которым пора на пенсию. В статье также сказано, что даже Китай снизил объемы импорта этого товара, пальмового масла. Что касается индонезийского контракта на поставку 11 истребителей Су-35 на сумму до доллара 1 миллиард, в российских СМИ некоторые эксперты поспешили успокоить нашу общественность. Дескать, пальмовое масло, которым расплатится Джакарта с сухим, реализуют на региональных биржах, а не привезут в РФ. Рафаль намерен устроить Су-30 МК и показательную порку через месяц во французском небе станет ясно, какой истребитель лучше. Обращает на себя внимание еще и то, что со стороны Джакарты в сделке по приобретению российских сушек участвуют три ведомства – Минобороны, Министерство торговли и Минфин. Это означает, что за наши самолеты хотя бы частично должны расплатиться валютой. Но островной финансовый регулятор упорно не подписывает документы, хотя первый самолет передадут заказчику до конца года. Складывается впечатление, что Москву наклоняют лоббисты МСПМ, чтобы полностью перейти на бартер. Если это случится, за передовые истребители РФ не получат ни цента живыми деньгами. С другой стороны, Индонезия уже обжигалась на дружбе с Вашингтоном. В 1999 году США встали на сторону Австралии во время конфликта Сиднея и Джакарты из-за восточного Тимора. Американцы сразу же прекратили поставки запчастей для истребителей F-5 и F-16 АВВС Индонезии. В итоге индонезийские самолеты оказались прикованными к аэродромам. Поэтому еще неизвестно, кто больше потеряет, если РФ проявит принципиальный подход. Да, Россия остро нуждается в новых сделках на рынке оружия, поэтому поставку 11СУ-35 можно было только приветствовать. Но сегодня становится ясно, что данный контракт несет в себе высокие риски, Плюс к этому велика вероятность, что бартерное пальмовое масло в гигантских объемах вопреки здравому смыслу будет доставлено в нашу страну и волшебным образом превратится в смертельно опасные продукты. Наши умельцы и в подобных вопросах мастера на все руки. Бизнес в России. Пушкин ответит за все. Трагедия, бардак и фарс в Шереметьево. Новости гражданской авиации. В России могут запустить чертерный перевозчик на базе. SSJ-100 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова